Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Сквозь тяготые невзгоды они шли к великой победе. К мирному небу над головой. Они наши герои. Герои нашего времени. Смотрите цикл программ к 75-летию Великой Победы на телеканале НТК 21. Свой бизнес я начинал очень давно. В помощи мы ни от кого не ждали. Я вырос от грузчика до руководителя крупного предприятия. Сделать хороший бизнес без души это невозможно. Я отношусь к каждому своему сотруднику как к члену семьи и переживаю, что у него будет в будущем. Было очень сложно заниматься бизнесом, потому что не было поддержки. В этом сложном году мы столкнулись с пандемией, но мы видим небезразличие власти к бизнесу. У нас появилась уверенность в будущем. 13 сентября это важнейший день для всех жителей ЕАО. Я обязательно пойду голосовать за своих детей, за свою семью и за стабильность. С 11 по 13 сентября. Выборы губернатора Еврейской автономной области. Смотрите в выпуске. Более 400 миллионов рублей необходимо для программы по ремонту кровли социальных учреждений области. Общую для всех муниципалитетов проблему обозначил Ростислав Гольдштейн. Квартирный вопрос решен. Сирота из Биробиджана получил жилье после продолжительного ожидания. Все профессии важны. В правительстве автономии чествовали лучших представителей различных отраслей, удостоенных государственных и ведомственных наград. Принять около 5000 детей за три дня. Такие планы стоят перед врачами-педиатрами накануне открытия детских садов. Не только осмотрел социальные объекты Биробиджанского района, но и узнал о многолетних проблемах его жителей из первых уст. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Ростислав Гольдштейн посетил ряд учреждений общественных пространств района. И первое, на что обратил внимание, вселептичник за мусоренность территорий. Немедленно организовать уборку он поручил администрации поселения. Порядок на участке был наведен в течение часа. Работа будет продолжена. Здесь же Ростислав Гольдштейн посетил центр образования имени Владимира Пеллера, где ознакомился с ходом подготовки учреждения к новому учебному году. Директор школы Оксана Захарова рассказал об имеющейся проблеме. В здании протекает крыша. Необходима замена кровли. Кровлю привести в порядок. Потому что вы, ребята, строите прекрасные здания. Извините, Сергей. Потом из-за двух рублей, которые нужно поставить на кровлю, ждете, когда разрушится здание. Не проводя никаких ремонтных работ. А люди должны жить в нормальных, хороших условиях. Протекающие крыши – проблема общая для большинства социальных объектов области. И ее необходимо решать. Комплексно отметил Ростислав Гольдштейн. Скорее всего, будем запускать программу по крышам всей области. Потому что куда ни приезжать, социальный объект обязательно течет крышу. Огромные проблемы. По предварительным оценкам, общая сумма, необходимая для ремонта крыш на объектах социальной сферы, составляет более 400 миллионов рублей. То, что проблема с кровлей существует повсеместно, подтвердила ситуация в детском саду в селе Волтгейм. Про детские площадки вы говорите, говорите про асфальт, про спортивную форму, про мячи говорите. А то, что крыша течет. Лет 10. А, то есть она еще и 10 лет течет. А если еще спуститься в подвал и посмотреть канализацию? Хуже всего, хуже всего. Еще и людей обнадеживать, когда у вас на это ни денег нет, ни договоренности нет. Также в рамках визита в детский сад Ростислав Гольдштейн провел встречу с коллективом. Были заданы вопросы о состоянии дорог и освещения в поселении, распространение африканской чумы свиней в регионе и открытие детских садов после карантина. Мы должны организовать нормальную жизнь людей, чтобы не было мусора, который вы сегодня видели. Чтобы помещения ремонтировались после того, как крышу сначала отремонтируют, а вот этот поток воды дождевой не лился на головы учеников. Чтобы делали все по-хозяйски. И нормально выстраивали приоритеты. Поэтому все вопросы и претензии к власти Биробиджанского района были основаны ровно на этом. На реализацию различных проектов Биробиджанскому району в этом году было выделено 198 миллионов рублей. В освоении этих средств важна приоритетность. Так, в детский сад села Волтгейм по заявке муниципалитета были приобретены малые архитектурные формы. При этом в течение нескольких лет остро стоял вопрос ремонта крыши. Возможно, предположил Ростислав Гольштейн, заявки в полном объеме не подаются, потому как никто не верит, что средства на решение проблем есть. Это такая послойная история. Спрашиваешь, почему вы не заявили? А потому что мы думали, и на это не дадут. Это я имею в виду денежные средства на решение тех проблем, которые сейчас стоят достаточно остро. Ну, наверное, это проблема неверия. И люди, наверное, правы. Не наверное, а точно правы. Потому что долгий период обещали и не делали. Следует понимать, отметил временно исполняющий обязанности главы региона, что все проблемы разом из-за короткий промежуток времени не решить. Это следует делать методично и качественно. Поэтому к работе подрядчиков и муниципальной власти будут предъявлены завышенные требования. Ольга Тимченко, Андрей Кирюшин, Богдан Патрин. Новости 21. Сирота из Биробиджана получил квартиру, которую ожидал около 10 лет. С новоселем 27-летнего работника РЖД Анатолия Бирюкова и его семью поздравил временно исполняющий обязанности губернатора ЕО Ростислав Гольштейн. По рассказу мужчины, квартирный вопрос решался долго. Наконец, сирота дождался заселения. Осталось только перевести остальные вещи, оставшиеся в прошлом месте проживания. В 2020 году правительством автономии планируется приобретение более 40 жилых помещений для сирот и детей, оставшихся без попечения. Родители в Биробиджане, поселках Смедович и Николаевка. На эти цели выделили около 60 миллионов рублей, в том числе около 6 миллионов из областного бюджета. Алена Шот, Богдан Патрин. Новости 21. Более 50 представителей разных отраслей получили государственные и ведомственные награды, благодарности и благодарственные письма губернатора области во время торжественного приема в правительстве региона. По традиции, первым с приветственным словом к виновникам торжества обратился в Рео губернатора ЕО Ростислав Гольштейн. Вы те люди, которые делаете каждый день свое дело. Вы делаете его качественно и профессионально. И поэтому вы и являетесь самыми большими профессионалами и самой большой ценностью, что есть сегодня в Биробиджане автономной области. Среди награжденных – врачи, педагоги, муниципальные служащие, полицейские, работники предприятий и организации области. Среди них известный биробиджанский художник Владислав Цап, удостойный почетной грамоты президента. Ну, награду мне несколько раньше была подписана и в связи с эпидемией коронавируса вручили немножко попозже. Так что я, в общем-то, этой неожиданностью не было, я ожидал, но сама процедура, говорю, мне понравилась. Не только художник должен был получить награду раньше. Из-за пандемии коронавируса получение удостоверения заслуженного учителя Российской Федерации ожидала и педагог 23-го лицея Маргарита Гладышева, посвятившая 49 лет преподаванию химии. Недавно встречались ученики выпуск 1983 год, 1987 год. Ну, что они обо мне говорят? Маленькая, шустрая и грозная. А сегодня говорят, что я в школе самая добрая учительница. Но у меня доброта с кулаками, я заставляю учить уроки. Помимо поздравлений в Большом зале правительства, звучала и музыка. Традиционно церемония сопровождалась выступлениями биробиджанских артистов. Алена Шот, Андрей Терехин. Новости 21. Долгожданное открытие детских садов, анонсированное ранее, планируется произвести уже в следующий понедельник, 31 августа. На сегодняшний день региональным и муниципальным властям предстоит в максимально сжатые сроки решить ряд важных вопросов. Готовясь к открытию наших 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, перед нами стояли две основные задачи. Первая – это оснащение средствами бактерицидной защиты наши дошкольные образовательные учреждения. Благодаря временно исполняющему обязанности Ростиславу Анастасовичу Гольштейну этот вопрос решен. Для нас, для наших образовательных учреждений закуплены эти средства. Мы в ближайшие дни ждем поступления и будем их устанавливать. В целях достижения большей продуктивности в Биробиджане организованы две точки, где воспитанники дошкольных учреждений могут получить справки о контактах с инфицированными. Они открыты на Чапаева 10 и в детской областной больнице. Врачи-педиатры будут работать в две смены. Куда и в какое время родители должны привезти своих детей указано в специально разработанном графике, который передан заведующим дошкольных учреждений. Будут указаны определенные кабинеты, куда надо будет подходить. Здесь проведена разбивка детей по садам. То есть сады в определенный день будет определенный сад. И также разбивка по времени самого сада. То есть каждый детский сад будет приходить конкретно в свое время в конкретный кабинет. Это очень тяжелая работа, так как плановые осмотры по записи у нас не отменены. Они будут работать в том числе в субботу, для того, чтобы этот процесс никак не повлиял на то, чтобы дети пришли в детские сады. Расчетно мы предполагаем открыть детские сады в понедельник. Если будет некоторая задержка, в первую очередь она может быть связана именно с медицинским обследованием детей. Резервно мы оставили вторник, среда. Но еще раз говорю, расчетная дата мы планируем открыться в понедельник. Около пяти тысяч дошколят посещают учреждения Биробиджана. Всех необходимо принять до конца этой недели, чтобы запланированное открытие детских садов уже в будущий понедельник состоялось. Ольга Тимченко, Андрей Терехин, Новости 21. Смотрите далее. Пакеты с необходимыми школьными принадлежностями начинают отправлять всем нуждающимся детям автономии в ходе благотворительной акции «Портфель добра». Книжки, ручки и дневники. В онлайн-режиме в этом году прошло традиционное августовское совещание педагогических работников. УЗИ-аппараты экспертного класса поступят в учреждения здравоохранения области в ближайшее время. На их приобретение потрачено 80 миллионов рублей. По миллиону рублей получат семьи области, в которых воспитывается 9 и более детей. Для оформления необходимо предоставить минимум документов. Ложки, кружки и тарелки. Кафе и рестораны возобновили свою работу с 27 августа. Уважаемые горожане, в течение дня в сети магазинов «Корзинка» вам будет предложен горячий обед и ужин. Куриная отбивная в сухарях, оладьи из печени с начинкой, салат или любой набор для вас. От 50 рублей. «Корзинка». Купить легко, шагать недалеко. Дети не должны страдать, детям надо помогать. Примите участие в благотворительной акции «Портфель добра». Купите лишнюю тетрадку или ручку, оставьте ее на специальной стойке в торговом центре, а мы отправим принадлежности нуждающимся деткам. И пусть день знаний они отметят с улыбкой. «Портфель добра». Поможем вместе собрать малышей в школу. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Хорошее воспитание, выправка и подготовка к выставкам. Клуб служебного собаководства при зооцентре «Агат» приглашает вас и ваших питомцев стать частью большой семьи. Для вас дрессировка, услуги грумера, хендлера, а также зоотовары. «Агат», 40 лет, победы 6. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Лотос ЦИ, ЭКГ, Холтер, УЗИ всех органов, массаж, прием опытных специалистов, весь спектр лабораторной диагностики, лечебно-диагностический центр «Лотос ЦИ», Комсомольская 2. Звони и записывайся 701-75. Моему ребенку нужен запас энергии. Папа любит завтрак чемпиона. Кофе нашей мамы – это искусство. Традиции и качество. Молоко – амурское раздолье. Что подарить любимому учителю на 1 сентября? Конечно же, бесподобный букет от цветочного салона «Вероника». Заказывайте заранее букеты и композиции. И пусть день знаний запомнится надолго. «Вероника», улица Ленина, 16 и торговый центр «Давид». Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Измени свой интерьер полностью с компанией «Пластик Плюс». Мы делаем все от окон и мебели по индивидуальным заказам до натяжных потолков и жалюзи. «Пластик Плюс». Лови скидку 35. Звони 22-1-55. Изготовлено по заказу Центра оказания услуг «Мой бизнес». Уникальное производство с использованием лучших материалов. Обувная фабрика «Росток» – это стильная, удобная и долговечная продукция на любой сезон и на любую ножку. Более 500 видов обуви – регулярные новинки. Покупай свое. Надежное. «Росток». Практично, прочно, нальневосточно. Уважаемые горожане! В течение дня в сети магазинов «Корзинка» вам будет предложен горячий обед и ужин. Куриная отбивная в сухарях, оладьи из печени с начинкой, салат или любой набор для вас. От 50 рублей. «Корзинка». Купить легко, шагать недалеко. Срочно требуется специалист по обслуживанию рефрижераторного оборудования «Рабочий день» с 8 утра до 17 часов вечера. Заработная плата достойная. Телефон 8-924-641-93-00. Попробуй продукты на дом с бесплатной доставкой на сбермаркет.ру. Более 70 любимых товаров по суперцене. Теперь в Биробиджане. Сбермаркет. Цены ниже. Доставка бесплатна. Традиционная благотворительная акция «Портфель добра» стартовала в автономии. Организатор медиахолдинг «Ребер Абиджан» проводит её при поддержке аппарата уполномоченного по правам ребёнка в ЕО. Все собранные принадлежности направятся нуждающимся детям области. Сегодня мы уже начинаем раздавать подобные пакеты. В этих пакетах школьные и канцелярские принадлежности. Они разлетятся во все уголки еврейской автономной области. Я уверена, что нуждающиеся детки не будут чувствовать 1 сентября себя ущемлёнными. Одними из обладателей новых портфелей стала семья Савич, которая оказалась в сложной жизненной ситуации. В этом году у семейства сгорел дом. В результате пожара без вещей остались трое детей, двое из которых – школьники. Напоминаем, акция «Портфель добра» продлится до начала учебного года. Любой желающий может помочь собраться в школу нуждающимся детям, оставив любую канцелярскую принадлежность на специальных стойках, расположенных в торговых центрах Биробиджана. Дарья Куприна, Андрей Терёхин, Павел Славин. Новости 21. Традиционное августовское совещание педагогических работников областного центра в этом году прошло в онлайн-режиме. На собрании присутствовали мэр Биробиджана Александр Головатый, заместитель главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Петрушкова. Собравшиеся обсудили работу в новом учебном году «Ремонт пищеблоков и питание школьников». Кроме этого, мы обсудили о том, что сегодня, благодаря активной работе и правительства Еврейской автономной области, непосредственно временно исполняющего обязанности губернатора области Росислава Гольштейна, выделены немалые средства для серьезных капиталов вложений в нашу социальную сферу. На собрании также отметили преподавателей, внесших большой вклад в развитие образовательных учреждений. Мероприятие прошло со всеми нормами санитарной безопасности. Как отметил Александр Головатый, благодаря активной работе в Рио губернатора ЕО Ростислава Гольштейна выделены средства на разработку проектно-сметной документации на устройство пришкольных территорий с устройством физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Появиться они должны возле 23-го лицея и школы номер 7 в следующем году. А на территории возле школы номер 5 работы уже ведутся. Дарья Куприна, Павел Славин, Новости 21. 80 миллионов рублей в такую сумму обошлись 6 новых аппаратов УЗИ экспертного класса, которые отправятся в учреждения здравоохранения Еврейской автономной области. Закупка оборудования стала возможной благодаря обращению Ростислава Гольштейна к полпреду президента Юрию Трутневу. Это оборудование может применяться в акушерстве, гинекологии, кардиологии, урологии, педиатрии, онкологии, ортопедии и многих других направлениях. На сегодняшний день в больницах ЕАО работает 10 врачей ультразвуковой диагностики, но в сентябре завершится подготовка еще 15 врачей по данной специализации. На встрече с сотрудниками сферы здравоохранения области Ростислав Гольштейн обсудил дальнейшие перспективы. С Валерой Александровичем были у Михаила Белевича Мурачкова. Продолжаем разговаривать на контакте. И если все пойдет нормально, надеюсь, что пойдет, потому что на всех уровнях подтверждают, мы построим новую областную больницу. Место уже выбрано, техническое задание отдали. Сейчас наши красноярские партнеры делают проект. Ольга Тимченко, Андрей Терехин, Новости 21. Миллионное исполнение мечты и единовременную выплату оформляют семьи области, в которых воспитывается 9 и более детей. Идея о новой поддержке этой категории семей родилась после обращения отца десятерых детей Алексея Подрезова к временно исполняющему обязанности губернатора региона. Дело в том, что мы поиспользовали уже все материнский капитал, использовали все уже и возраст у нас уже более 35. И я пришел, говорю, вот все-таки у нас уже по жилплощади вопрос стоит, потому что дети учатся, и даже уроки делать на одном столе уже сложновато. Ну и вот там целая комиссия сидела, и он задает вопрос, как такой вопрос решить. Он у меня спросил сумму, честно сказать, я сказал, ну 500-700 хотя бы для начала, мне нужно на стройку. Ростислав Гольдштейн дал поручение социальному блоку встретиться с каждой многодетной семьей, проживающей в регионе, для проработки их проблем. В итоге родилась идея сделать региональную выплату. Был разработан закон, который поддержало законодательное собрание региона. В соответствии с ним. С 2020 года на территории области начата выплата единовременного денежного пособия в размере 1 миллиона рублей. Я жилье сразу определил, мы начинаем стройку, нам выделили хороший участок, там же на птичнике, это только строительство, это однозначно, никаких расходов. Потому что дело в том, что, скажем так, на одежду, на пищу у нас предостаточно, потому что у нас есть хозяйство, корова, пчелы, работаем, то есть дети, будь детей у нас есть. На сегодняшний день на территории области проживает 5 многодетных семей, имеющих 9 и более детей. Семьи проживают в Биробиджанском, Ленинском, Облучинском, Октябрьском и Смедовичском районах области. Для оформления выплаты нужен минимальный пакет документов, удостоверение личности, регистрация о постоянном месте жительства на территории области и свидетельство о рождении детей. У нас есть информация о них. На сегодняшний день все, кроме одной семьи, проживающей в Облучинском районе, документы уже собрали, предоставили нам для принятия решения о назначении такой выплаты. И в самое ближайшее время мы такую выплату произведем. Выплаты начнутся с 25 августа. Средства многодетные семьи могут потратить на любые свои нужды. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, Новости 21. Рестораны и кафе возобновили свою работу в Биробиджане. Работа общепита разрешена с учетом соблюдения требований и рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. После долгих ограничительных мер мы наконец-то открылись и ждем старых и новых гостей к нам в ресторан. Временно исполняющий обязанности губернатор Рео Ростислав Гольштейн подписал постановление, в соответствии с которым с 27 августа возобновляется работа учреждений общепита. Напоминаем, кафе и рестораны в связи с пандемией коронавируса были закрыты в регионе с конца марта. Дарья Куприна, Кирилл Богаченко, Новости 21. Уникальное предложение. Только два дня, 31 августа и 1 сентября в сети магазинов Домино скидка на школьный ассортимент 50%. В акционные товары входят ранцы, в том числе ортопедические, яркие, стильные и удобные. Здесь же вы можете выбрать подходящий дневник, набрать тетради на весь учебный год и воспользоваться при этом грандиозной скидкой. Минус 50% в самом начале учебного года пригодится тем, кто так и не смог найти нужный товар на полках других магазинов. И в компании Домино решили сделать отличный подарок своим покупателям. Мы и наша компания Домино могут себе это позволить для того, чтобы наши покупатели всегда к нам возвращались, улыбались и радовали нас своим присутствием. Ассортимент у нас очень большой, разные торговые марки, которые уже себя зарекомендовали. Но если вдруг что-то вы не найдете в нашем магазине, это всегда можно заказать под клиента и получить удовольствие от покупки. Акция распространяется также на сумки для обуви, папки для тетрадей, пеналы и некоторые другие категории товаров, о которых вы можете узнать у консультантов. Сеть магазинов Домино известна широким ассортиментом и отличными ценами. Найти нужный товар здесь могут учащиеся как общеобразовательных учреждений, так и школ искусств. Большой выбор товаров для профессиональной художественной деятельности. Угольные карандаши, холсты разных размеров, мольберты, краски, акриловые кисти и многое другое. Все для учебы, творчества и рукоделия в магазине Домино. Домино, торговый центр Биросити и Шалом Алейхима, 34. Субтитры создавал DimaTorzok Генеральный спонсор проекта ООО «Транснефть. Дальний Восток». Якимов Константин Григорьевич родился 20 апреля 1924 года в селе Биджан, еврейской автономной области. Затем его семья переехала в село Кукелево. Закончил три класса школы. Помогал взрослым трудиться на полях, в лесу. В 1941 году призвали в армию и был отправлен на фронт. Воевал под Смоленском. В 1942 году получил ранение в руку. Лежал в госпитале. 8 апреля всегда выезжают старики уже на посевну. А селись как? Мешок через плечо так. Один, второй и по порядку. А нас пацанок посадят на лошадь. Барана и его забаранивают. И что, какое зерно выращивали? В 1942 забрали. Три раза забирали. Как раз уборочную заберут. До Ленинска довезут. Приседатель просят. Там колхозов и этот, ну, еще приседали в советы. Просят. Уборка стала. Будем. Нас обратно. Ну, вот и попал. Хабаровск, потом Владивосток. Со Владивостока на пароход. Ольга, бухта. Там эта бухта была, там лежаки были для горючего. Понял. Воржа приходит, там разгружается, выкачивает бочки большие. Вот, а бочек уже нальют. Бочки 200 литров. И просеки были в слопку. И на сахтарах вывозить туда, с тележкой. Нагрузят вот. И туда проводишь, оттуда правее просеки сделаны. И эти положены лежаки. И оттуда сниз скатывают. Ну, не совсем туда это. Закрывались, как это, в тыл завозили. В мирное время Константин Григорьевич Якимов служил на флоте. Много лет отработал в Ленинском районе, в лесхозе, затем в совхозе. Пахал, съел, косил сено. В начале 70-х годов с семьей переехал в Биробиджан. За свои боевые подвиги был награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Медалью Жукова. Мы помним, мы уважаем, мы чтим героев нашего времени. Здравствуйте с новостями бизнеса, Вячеслав Пазманика. Когда-то броня защищала рыцарей. Сегодня она защитит ваш любимый гаджет. Известная по всей России компания Броноскинс теперь и в Биробиджане. Броноскинс – это профессиональная защита смартфона, часов или планшета с помощью специальной износостойкой пленки повышенной прочности. Для каждого гаджета разработаны индивидуальные лекала. Специалисты устанавливают пленку надежно и быстро. Плюсы – покрытие устойчиво к царапинам и ударам. В случае глубоких царапин или иных форс-мажорных обстоятельств, пленку поменяют на новую по гарантии в 365 дней. Смартфон можно покрыть в круг более 15 видов текстурных пленок, которые через 30 минут сделают ваш гаджет уникальным надолго. Броноскинс – защити свой гаджет. Приходи сразу в торговый центр «Великан», первый этаж. Впереди осень, а это значит, что нужно бросить все силы на укрепление своего иммунитета. Компания «Бридер» с 24 по 30 августа в супермаркетах «Шан Бридер и Пенсионер» объявляет витаминную неделю. 7 дней отличных цен на любимые и полезные продукты. Готовите вкусный ужин? Тогда вам понадобится капуста за 29,90, морковь за 49,90, приморские огурцы «Маша» за 69,90 и краснодарский картофель за 29,90. Оревчатый лук за 29,90 и сладкий перец за 99,90 за килограмм добавят пикантности вашему блюду. Помидоры на любой вкус и цвет. Красный, розовый и помидор-сливка по приятной цене – 89,90 за килограмм. Любители фруктов будут приятно удивлены, ведь яблоки «Женева» слава победителю и «Ранетки» по вкусной цене – 129,90 за килограмм. Груша и мандарины за 149,90 и, конечно, всеми любимый зеленый виноград «Кишмиш» порадует ценой – 169,90. Не можете выбрать нектарин или персик? Берите оба по приятной цене – всего за 199,90 за килограмм. Более подробно ознакомиться с ассортиментом акции «Витаминная неделя» можно в сети Instagram на странице «ТД Бридер». Приятных покупок! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Покупайте проверенные лакокрасочные материалы в магазине «Мир красок». Алкидные и акриловые краски, эмали, фасадные и интерьерные краски. Также все необходимые инструменты, полезные мелочи, валики, кисти, ванночки. На финише ремонта побеждает качество. «Мир красок» – невероятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова